Мне очень важно, чтобы был обеспечен баланс между мотивацией наших предприятий инвестировать в развитие строительства заводов, обновления судов, развитие материально-технической базы и одновременно, как я уже и говорил, прогнозируемость доступа к ценному сырью, который является основой развития нашей отрасли. При этом он должен быть и прозрачным, и справедливым, чтобы не только крупные наши компании или крупные федеральные игроки могли иметь доступ к работе в рыбной отрасли, но в том числе и малые и средние предприятия, прибрежные заводы, те, которые обеспечивают функционирование рыбацких поселков отдаленных, тоже могли устойчиво функционировать. Первый этап инвестиционных квотов, я хочу напомнить, он был реализован пять лет назад, дал свой позитивный результат. Тут, наверное, спорить с этим сложно, и хочу здесь подчеркнуть, что Камчатка самый активный регион, который включился в этот процесс. У нас практически все заводы уже построены, семь из восьми, и достаточно активно идет строительство судов. Есть определенные сдвижки, но, тем не менее, Камчатка здесь показывает неплохие результаты, если сравнить с другими регионами. Но, конечно, сейчас, когда мы только подошли к завершению первого этапа инвестиционных квот, к первым результатам, сразу приступать ко второму этапу. А ведь второй этап предполагает дополнительное изъятие квот у тех, кто исторически ими пользуется, традиционно имеет к ним доступ. И их наделение предприятия, которые заявляют активную инвестиционную политику, преждевременно. И это наша главная позиция. Не нужно сейчас торопиться. Дайте в текущих ситуациях турбулентности и только-только завершающихся объектов по строительству рыболовных заводов, сдвижки по строительству судов, дайте рыбакам в этой ситуации освоиться. Начать работать, отладить новые поставки, новые рынки сбыта, новые типы продукции, которые современные заводы позволяют предусматривать. И эта позиция отражена в постановлении Государственной Думы по итогам первого чтения, что необходимо рассмотреть возможность на два года отложить, по крайней мере, по главным нашим объектам, каковыми являются ментай и белорыбец. Отдельный вопрос, связанный с исключением из этого механизма так называемых нерыбных водных гидробионтов. Это трепанг, это еж, это кальмар, гребешок. Потому что, как правило, как раз этими сферами занимаются небольшие предприятия. Это вторая тематика. Третья, представляется крайне важным защитить малые и средние предприятия. Потому что для них изъятие 20% квот под инвестиции может быть фатальным. Они просто могут не пережить такой шок и привести к банкротству. Тоже важнейшее направление. Я хочу напомнить, что я с этой темой обращался к президенту Российской Федерации. И он поддержал мои предложения и поручил правительству вернуться к рассмотрению. Именно поэтому сейчас такая серьезная работа ведется. Активные дискуссии такие эмоциональные и в Совете Федерации, и в Государственной Думе проходят. И вот по результатам мы сейчас готовимся к тем предложениям, которые ко второму чтению должны быть сформулированы.